Всем привет дорогие друзья, с вами Фликер и вы находитесь на игровом канале Mobile Gamer или Мобильный Геймер. Мы продолжаем проходить игру Dead Effect 2 и у нас недавно вышло обновление 1.2. Добавили новое оружие, как вы видите вот новый дробовик. Такую штуку добавили, это у нас было. Вот это Химера, вообще огонь, но к сожалению 220 кристаллов у меня нету. Мы катану новую добавили, но это было у нас, это тоже ружье было, это тоже. Пистолетик я думаю вы тоже видели, обрез. Вот, дальше уже у нас появляются вот новые, вот эта пушка, ничего такая, но 190 кристаллов. Большинство нового миниган, пожалуйста, вулкан. Большинство крутого снаряжения и оружия за кристаллы только. Даже вот недавно я заходил в игру, ну кстати ничего такой, пистолет появился и кольт. Вот эти вот гранаты, они стоили 9-10 тысяч обычных, как скажем, долларов, а сейчас уже они стоят по 30 кристаллов. То есть обидно, обидно. Так, сейчас я вам покажу свои стволы, вот есть такой оракул. Вот, и так же пример его аппом. Но вот этот оракул, давайте я вам сейчас покажу его, давайте применим. Здесь обычный наверное ствол возьмем. Или все-таки его. Нет, давайте кольт оставим. Применить. Правда лжить. Отлично. Друзья, чтобы заработать больше денег, предлагаю вам выбрать вот generic missions и вот вторую арену. Она самая простая, вам нужно всего лишь кровь собрать. Ну, естественно, в определенных колбах, которые хранятся у ученых в кармане, но ученые сами уже убиты, поэтому нам нужно будет их собрать. Вот такое вот оружие. И вот в этом уровне, на этой миссии, можно больше всего собрать где-то, где-то, чувак. Ну, прицел вот странный у нее, кстати. И, честно говоря, оружие беспонтовое, я бы даже сказал. Оно громоздкое, красивое, но... Если его, возможно, прокачать, может быть, оно и эффективнее будет. Но, вот честно говоря, вот один зомбарь... Вот пока я его фигачу, он меня скорее зафигачит. Короче, оружие стоит 20 тысяч примерно. А толку от него... Мало. Ну, вот че это такое, друзья? Меня сейчас завалит. О, че это такое. Поэтому мы сейчас пройдем эту миссию быстро. Я не буду задерживаться, реально. Тут еще блюющий. Сейчас мы быстро пройдем ее и возьмем нормальное оружие. И я вам покажу, как можно больше всего заработать на этой миссии бабла. А за мной куча бежит, кстати. Вот они у нас. Но мне некогда с вами. Я уже раз 10, наверное, прошел эту миссию. Но зато на ней можно очень хорошо заработать и набрать просто... Отличное количество денег. Я сейчас не все, кстати, деньги собираю, потому что если я буду останавливаться, вот эти черти... Да-да-да, они меня завалят. Сейчас мы возьмем последнюю ампулу с кровью. Поспите. Вот так вот. Черт. Все. Ну, вот вам быстрое прохождение этой миссии. Отлично. На 33% всего лишь прошли. 739 долларов заработали. Это было быстрое прохождение этой миссии. Так, сейчас... Мы подойдем вот к миникину. Миникин кот! Миникин кот! Итак, нужно обязательно выбрать другое оружие, потому что это реально беспонтовое. У меня вот был такой автомат. Сейчас я купил еще вот такой. Сейчас мы его применим. И будем улучшать. Так, давайте улучшим прицельность. И все по ходу. Здесь мы уже ничего не улучшим. Здесь тоже. Это тоже. Ничего. Все отлично. Ну что, поехали. А теперь мы возьмем ту же миссию. И я вам покажу, как ее пройти и заработать больше денег. Пока я не нашел никаких багов для того, чтобы в этой игре сделать себе миллион или еще что-то. И вообще я не из тех, кто любит какую-то ошибочку найти разработчиков и сделать себе миллион денег, миллион кристаллов и так далее. Интерес к игре потом пропадает, когда у тебя открывается все оружие. Вот теперь у нас такой вот аппаратик нехилый. Сейчас мы снова соберемся деньги. Ой, где-то он тут рядом у нас ходит. Ну вот, 16 патронов у нас осталось. О, он ползет еще. Вот что плохо у этого оружия, то что... Точка черная, ее практически не видно. Здесь все уровни... Чаще всего они, ну, темные. И по ним страшновато порой ходить. Зомбаки еще... Не пойми откуда возникают. Зомбаки еще... Такс... Сейчас мы вот этого чувака... С блютой. Упс, не вовремя у меня патроны закончились. Видите вот эти значки, которые на стенах моргают? Вот их нужно тоже расстреливать. И за них тоже будут давать... Болосики. О, фак! Черт! Он, походу, все выходные бухал, друзья. Что его так рвет просто. Че ты кричишь, как баба? А? Че ты плачешь, а? Нужно обязательно осматриваться по сторонам, потому что зомбаки вообще могут и выскочить. Откуда ни возьмись. Да не ори! Я знаю тебе плохо. О, черт! Твари! О, черт! Ну, вроде мы справились с одной волной. Вот эти миссии тяжелые, но пройти их и собрать все ништяки, оно того стоит. Пройдя пару раз, мы можем уже на что-то интересное накопить себе. Кто не нашел аптечку, вот она здесь спрятана. Заходим. Ждем, когда будет восстановление. Ага. Бегут, твари. О-о-о, черт! Вот мои патроны и закончились. О-о-о! О-о-о! так это у нас последний кровь так если мы возьмем ее то уровень закончится да твою дивизию так черт так не нужно срачняк патроны нужны так друзья дабы чтобы меня не схавали придется закончить эту миссию о чёрт да да тут веселуха вообще все три этих эмблемы мы скинули так 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 ю мою как их много за мной бежит то да друзья если у вашего крупнокалиберного закончились патрона это будет печально так ну все сейчас мы возьмем последнюю кровь возвращайся на базу все отлично да когда нет патрон это плохо но перед каждой миссии кстати повторить перед каждой миссии вам предлагается купить патроны на случай если вдруг у вас они закончились и это очень кстати плюс также в новом обновлении исправили какие-то баги которых я пока не замечал ну пишите в комментариях как вам новое обновление что вам понравилось какие пушки вы хотели бы купить себе обязательно ставьте большой палец вверх если вам понравилось это видео пишите комментарии подписывайтесь на мой канал ну а с вами был flicker всем пока